Около 3,5 миллионов зараженных и более 240 тысяч жертв по всему миру. Лидером по числу инфицированных COVID-19 остаются США. Следом идут Испания, Италия и Франция, замыкает пятерку Германия. Вспышка коронавируса зафиксирована на борту ракетного эсминца Кит ВМС США. Сразу 60 случаев. Корабль в срочном порядке вернулся на базу в Сан-Диего. Это уже второе американское судно с зараженными. Ранее страшный диагноз подтвердили почти у тысячи военных авианосца Теодор Рузвель. В Пекине открыли для посещений императорский дворец «Запретный город». Очередь посетителей у ворот символа Поднебесной растянулась на сотни метров. Гости держат безопасную дистанцию, билеты можно приобрести в онлайн-кассах, пускают максимум 5000 человек в день. Обычно пик посещения приходится на 10.00-15.00. Поэтому будет лучше, если туристы приедут раньше или позже, чтобы избежать толпы. Сразу шесть клинических испытаний вакцины против коронавируса проводят по всему миру. Страны Европы продолжают поэтапно снимать карантинные меры. Завтра Греция отменит ряд ограничений. Берлинский зоопарк и зоологический сад уже открыли. Литва в середине мая возобновит авиасообщение. Во Франции с 11 мая можно передвигаться без пропусков и ограничений. Начнут работать магазины и рынки, распахнут двери школы, небольшие музеи. Если число заболевших в сутки превысит 3500 человек, карантин вернут. Для того, чтобы приступить к отмене карантина, мы будем повсеместно вводить меры защиты, проводить тесты и изолировать. И я говорю французскому народу, если показатели не будут соответствовать ожиданиям, мы не отменим карантин 11 мая. В Испании представили четырехэтапный план по возвращению к привычному ритму жизни. Защитные меры ослабят, начиная с середины мая. Три остальных этапа продлятся до конца лета. Учебные заведения будут закрыты до сентября. Неравнодушные белорусы всеми способами стараются поддержать медиков. От средств индивидуальной защиты до горячих обедов. Шестая больница Минска получила аппарат ИВЛ экспертного класса. Его передали от организаций, подчиненных оперативно-аналитическому центру при президенте Беларуси. Получаем от представителей бизнес-сообщества. Они все позволяют ощущать пролонгированную искусственную вентиляцию легких. Максимально избегать осложнений, связанных с внутрибольничным инфицированием. Максимально комфортно для работы. В Бобруйский марафон добрых дел также не избавляет оборотов. На помощь медикам пришли депутаты. Народные избранники передали Бобруйской инфекционной больнице сертификат на 7 тысяч рублей. Деньги пойдут на приобретение спецсредств – масок, санитайзеров, защитных костюмов. Спасатели и профсоюз также поддержали врачей, которые стоят на передовой борьбе с COVID-19. Сотрудники МЧС передали медикам коробку со специальными комплектами одежды. Лакомства от профсоюза – бобруйский зефир, конфеты, кофе и печенье. Конечно же, выражаю слова благодарности всем тем неравнодушным гражданам, предприятиям города, организациям, которые также не оставляют нас в этот трудный час и оказывают посильную помощь нашим учреждениям здравоохранения. По прогнозам, пик заболеваемости в Беларуси придется на 20 мая. И только после этого болезнь пойдет на спад. Мария Бушкевич, Андрей Богдан. Итоги недели.